Псалом 1. Блаженство праведников и гибель нечестивых. Псалом 1. Блаженство праведников и гибель нечестивых. Откройте для себя силу размышления над Словом Господа с этим успокаивающим исполнением Псалма 1. Давида. Найдите спасение и блаженство, погрузившись в размышления о его законе. Подпишитесь, чтобы получать больше подобного контента. Псалом 1. Объяснение. Псалом, о котором мы говорим, является глубоким размышлением на контрасте между жизнью праведных и нечестивых. Он не просто констатирует факты, а раскрывает перед нами сложную палитру добра и зла, благословения и проклятия, давая нам возможность сделать осознанный выбор. Как говорил один мудрый человек, жить значит выбирать. Именно в этом заключается суть Псалма. Он не навязывает нам готовых решений, а предлагает осведомленность о последствиях каждого выбора. Вдобавок, мы видим, что путь праведника усеивается цветами благословений, а путь грешника осыпается шипами бедствий. Жизнь праведника. Описание жизни праведника. Это яркая картинка процветания, долголетия, радости и благополучия. Он как дерево, посаженное в потоках вод, всегда цветущее и плодоносящее. Праведник никогда не боится бурь, потому что корни его глубоко укоронены в Божьей любви. Он не только сам наслаждается благодатью, но и становится источником добра для окружающих, словно дерево, отбрасывающее тень от своих ветвей. Образ нечистивца представлен как сухой сорняк, выброшенный ветром. Он не имеет глубоких корней. В результате подвержен всему негативному – бедствиям, засухе, заболеваниям, ранней смерти. Его жизнь лишена истинного счастья и спокойствия. Он погружен в неуверенность и страх, потому что не имеет крепкой основы в Боге. Важно отметить, что Псалом не говорит, что люди просто запрограммированы на то, чтобы быть счастливыми или несчастными. Он показывает нам путь жизни, указывающий на разные результаты. Мы имеем свободу выбора – следовать за Богом или идти своим путем. Но не надо забывать, что Бог не обязательно награждает нас за хорошее поведение, а скорее просто позволяет нам вкусить плоды нашего выбора. Посмотреть себя Этот Псалом призывает нас к самоанализу. Он помогает увидеть себя через призму вечных истин, понять свою роль в этом мире и сделать правильный выбор, ведущий к истинному счастью и покою. В основе человеческой истории в результате лежит глубокое разделение, разделяющее людей на две категории – святых и грешников, праведных и неправедных, детей Божьих и детей нечестивцев. Это разделение подобно вечному противостоянию между добром и злом, между светом и тьмой, пронизывает все эпохи, начиная с древних времен, когда Бог изгнал Адама и Еву из рая и продолжается и по сей день. Так что это битва между семенем жены, представляющим добро, и семенем змея, олицетворяющим зло. Вместе с тем, это разделение проявляется не только в религиозной сфере, но и в социальной иерархии, где люди делятся на знатых и неприврегаемых, богатых и бедных, свободных и рабов. Эти различия не случайны. Они отражают вечные ценности и принципы, по которым будет определяться судьба каждого человека после смерти. Путь, ведущий к спасению. Придом, псалмопевец, по мнению историков, скорее всего, ездра, поместил этот псалом первым в сборник псалмов Давида, как предисловие, подчеркивая его функциональную важность. Он, подобно компасу, указывает на правильный путь, ведущий к спасению. Именно в этом псалме заключается суть праведной жизни, а значит, и ключ к принятию наших молитв Богом. Псалом первый подробно описывает контрастные картины жизни праведного и нечестивого человека. Наряду с тем он показывает, что праведный человек, следуя заповедям Бога, обретает благословение и счастье. Его жизнь подобна процветающему саду, который радует глаз своим изобилием. Нечестивый человек, наоборот, подобен пустому дереву, чьи корни засохли, а ветви сломаны бурей. Он не знает покоя, постоянно страдая от последствий своих грехов. Компас, указывающий, ведущий к вечной жизни. Псалом 1. Автор псалма не просто констатирует факт разделения, но и раскрывает его причины. Нечестивый человек отвергает Божьи законы, предпочитая следовать своим желаниям. А праведный, наоборот, подчиняет свою волю Божьей воле, пребывает в его благодати. И этот псалм 1, подобно компасу, указывает на правильный путь, ведущий к вечной жизни. Он напоминает нам, что наши действия имеют последствия и от нас зависит, на чьей стороне мы станем, на стороне добра или зла. В заключении, можно сказать, что Псалом 1 – не просто религиозный текст. Вместе с тем, представляет собой глубокое философское размышление о смысле жизни и выборах, которые мы делаем. Он призывает нас задуматься о наших поступках и о том, как мы хотим быть оценены Богом. И этот псалом, подобно компасу, указывает на правильный путь, ведущий к вечной жизни. Вдобавок, он напоминает нам, что наши действия имеют последствия. И, конечно, от нас зависит, на чьей стороне мы станем, на стороне добра или зла. Не зря автор сборника псалмов поставил его первым. Это и есть начало, путь и предупреждение для нашей жизни. Аминь. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк, мне нравится, или делитесь, рассказать друзьям. В результате вы помогаете служению, спасению и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Спасибо.